Там разберемся, все ржают, и я рожу. Я, например, о Доуле узнала на 36 неделе. Какая там послеродовая депрессия? У меня была послеродовая эйфория. А есть еще правило 3L. Отставить ручки. Запишитесь, распишитесь, пройдите. Да у меня такой муж послеродов. Костя из Краснодара? Говорят, что я думала, что я умираю. Нет! Ну покажите другую картинку. Об этом не стыдно говорить, об этом классно говорить. Столько всего! Да, я стала матерью, но я женщиной тоже осталась. Привет, красотки! Сегодня я в кадре не одна. Я пригласила на свой канал дорогого для меня человека Катю. Всем привет! На самом деле, немного сейчас волнительно, потому что это мое первое интервью. До этого я записывала интервью только с Евой. Это было очень просто. Но про Доулу в своих видео я говорила уже не раз, поэтому очень рада познакомить вас с Катей. И сегодня мы поговорим на темы беременности, подготовки к родам, после родовосстановления, в общем, всей этой прелести материнства. И хотелось бы, лично моя такая мини-миссия в этом плане, чтобы как можно большее количество женщин узнало, а как можно. Ну то есть в моей жизни произошел этот момент, когда у меня были представления еще до беременности о материнстве как о чем-то скорее страшным и пугающим. И произошел этот момент, когда я поняла, что ого, можно по-другому. И в частности Катя сыграла большую роль в этом. Вот поэтому сегодня Катя сидит в этом кресле. Давай мы начнем с того, что ты представишься и расскажешь о том, чем ты занимаешься, немного о себе. Меня зовут Черепанова Екатерина. Я в первую очередь психолог. Все остальное, все остальные мои знания наложены на это. Многие спрашивают, есть ли у меня медицинское образование, его нет. Я опираюсь именно на психологию. Я доула, готовлю женщин к родам, сопровождаю роды. И все послеродовое пространство, это тоже мое, я постоянно учусь. И мне это очень интересно и как маме, и как специалисту. Поэтому я восстанавливаю женщин после родов, я налаживаю грудное вскармливание, помогаю в уходе за ребенком. Все, наверное, сферы, которые касаются беременности, родов и уходу за малышом. Интересный вопрос, я ни разу тебе его не задавала. Как ты вообще пришла к тому, чтобы стать доллой? Что потолкнуло тебя к этому? Это такой, наверное, был долгий путь. Когда-то давно я мечтала быть учителем, а стала бухгалтером. Бухгалтер-аудитер с красным дипломом. Когда я родила второго ребенка, первый опыт у меня это опыт Кесарева, я туда шла, как многие женщины идут, там разберемся, все рожают, и я рожу. И получила очень печальный опыт. Это были сложные роды, все закончилось Кесаревым, слабость родовой деятельности. И только выйдя из роддома, я уже начала искать информацию, а смогу ли я по-другому. Потому что я чувствовала, что все прошло не так, как вообще предназначена природа, и я что-то там недополучила. И когда я собралась в материнство второй раз, я готовилась как в космос. Это была действительно такая очень мощная подготовка. Я искала людей, которые меня поддержат, потому что в то время было их сложно найти. Сейчас гораздо проще. В любом роддоме, в хорошем, можно рожать с рубцом, естественно, идти в естественные роды. А тогда это было очень сложно. Специалисты в основном были в Москве или в Питере. Это были чудесные роды. И после них у меня какая там послеродовая депрессия? У меня была послеродовая эйфория. Я в месяц просто витала в облаках. Я была так счастлива, что можно рожать, оказывается, так. И у меня после этого открылся какой-то портал материнства. У меня было столько энергии, столько любви, что ее хватало на семью и еще на других женщин. Мне хотелось делиться этими знаниями. То есть вот эта вот учительская жилка, она, видимо, во мне была, она проявилась. И я стала разбираться сама в темах естественного материнства. И мне хотелось передавать эти знания дальше. Сначала я стала слингоконсультантом, консультантом по грудному вскармливанию. И одновременно начала получать второе образование психологическое. Меня всегда туда тянуло. Но и с тех пор я учусь, не прекращая. Здорово. А чтобы, частый вопрос такой, чтобы стать доуэлой медицинское образование, все-таки не нужно? Доуэлой это не медицинский работник. Нет, мне эти знания, да, хорошо, когда я что-то знаю. Но знаю я все-таки более-менее так поверхностно. Я всегда женщину, если ей нужна какая-то глубокая консультация, я ее отправлю хорошему специалисту. Я их прям собираю, да, к бережному. Но это будет, естественно, врач или акушерка, или другой специалист, педиатр. Я про другое. А как думаешь сейчас брать с собой в роды доуэллу и вообще становиться доулой? Это скорее что-то новое, модное, классное или давно забытое старое? Поддержка в родах была всегда у женщин. И идти одной в роды, особенно первой роды, это непросто. Это сложно. И женщины чувствуют, что рядом с ними должен быть человек, который вот это вот пространство бережет. Мы же в родах находимся в таком очень уязвимом положении. Да, то есть происходит очень мощная такая энергия внутри, и процесс очень мощный, и очень хочется на кого-то опереться. И раньше это была либо мама, либо старшая сестра, ну то есть старшие женщины, которые проходили уже роды не раз. Женщина никогда не рожала в одиночку. Были повитухи, потом акушерки. И на самом деле история роддомов, это такая новейшая история. Раньше женщины рожали веками в домашних условиях. Да, роддом дает нам безопасность. Это аппаратура, это высококвалифицированные специалисты. Но нужно понимать, что хорошие естественные роды, если вот все идет без каких-то осложнений, это очень такой естественный процесс, когда у акушерки главная работа, это просто подставить ручки, принять ребеночка и стараться лишний раз не вмешиваться в процесс. Вот ты как раз задела тему роддома. Мне интересно всегда было, как в роддомах относятся к доуле. В целом сейчас как будто, вот два лагеря есть, это очень круто, современно, надо это всем, кто особенно попробовал, да? А кто-то, что за мракобесие, чем вообще, что это такое, почему? И вот как квалифицированные медработники к этому относятся, как тебя встречают в роддоме? Нужно понимать, что роддом, с одной стороны, это в основном государственное учреждение, да? Да, но с другой стороны, они тоже должны быть посещаемы, окупаемы, это тоже, скажем так, проект такой, да, бизнес отчасти. Женщины должны туда приходить и просто голосуют женщины в первую очередь, да, за это. Если женщина хочет поддержку в родах, то женщины будут про это говорить, и это будет все равно распространяться дальше. Ну да. Вот, поэтому, если руководитель роддома, он все-таки больше даже не врач, а администратор, если он понимает, что, да, ко мне пойдут женщины, то, естественно, он будет за те нововведения, которые женщинам нужны. Ну, допустим, есть такой достаточно интересный, популярный роддом Красногорский. Где он? Он под Москвой, в Подмосковье. И было время, когда женщины не хотели рожать в Красногорске, в этом роддоме, они ездили в Москву специально, вот, если хотели хорошо родить. Потом туда пришел новый главврач, руководитель роддома, и он буквально за несколько месяцев превратил это в процветающее место. И из Москвы уже стали женщины приезжать туда вот за вот этой поддержкой, за доольской в том числе поддержкой, но и не только за этим. За тем, чтобы можно было рожать, ну, вот как это предназначено природой, естественно, чтобы не было по максимуму вмешательств, когда они не нужны. Давай немного посвятим вообще в профессию доула, про что это, что доула может, что не может делать в родах. Доула, ее главная функция, это, наверное, я всегда говорю, что это держать пространство. Да, все будет хорошо, быть спокойной, уверенной. И она несколько функций обеспечивает. Это психологическая поддержка, это важно, потому что женщина проходит через очень мощный опыт, мы это прямо чувствуем, да, когда идем в роды, что это будет, ну, не просто рядовой день нашей жизни. Это женщина чувствует даже заранее еще, там, девочкой, девушкой. Такая поддержка, когда тебе, не будут тебя жалеть, ну, так, по-матерински, да, ой, ты бедная, несчастная моя, на самом деле и мама так не должна себя вести, вот, а поддержка, она должна быть другой, я в тебя верю, у тебя все получится, ты сможешь. Ну, и все, что с этим связано, в общем-то. Физическая поддержка, это очень большой пласт, и принести воды, когда тебе хочется пить, вытереть тебе лоб, помассировать спинку, там очень много бытовых моментов. Иногда мы с мужем бываем в качестве поддержки вдвоем, доула и муж, всем находится дело, всем находится вместо, лишних рук в родах не бывает вообще. И поддержка эмоциональная, да, такого плана, это отчасти психологическая, может быть, но эмоций тоже очень много в родах, и приходится иногда в родах какие-то свои аспекты, мне работать прямо как психологу, какие-то аспекты прорабатывать, потому что иногда роды тормозятся, ну, вот, нашей головой. В родах, женщина в роды несет всю свою душу, вот, все, что у нее там есть, поэтому хорошо в роды идти уже проработанный определенным образом, да, готовый. Не только с физической точки зрения, не только с пониманием процесса, но и что в тебе, базовое доверие к миру, доверие к себе, к миру, к близким. Отношения с мамой, с мужем очень сильно поменяются после родов, если порядок наведен до, выставлены границы, то гораздо легче после родов. Это всегда трансформация отношений. То есть желательно вообще психологически себя проработать еще до беременности, задолго, чтобы в родах? Ну, да, за год примерно начинается подготовка, когда мы можем и тело подготовить хорошо, потому что мы уже понимаем, или в дефицитное тело придет ребенок, как оно его будет расти, или это ресурсный организм, когда мы можем вырастить здорового ребенка и сами здоровыми остаться после родов. И, да, это проработка определенных моментов, которые в родах будут выстреливать. Если ты еще девочка, и ты идешь в роды девочкой, девочки не рожают, это будет какой-то опыт, ну, либо очень быстрого роста, ты за один день вырастешь, либо, а рост, он обычно через сложности идет, либо это будут какие-то роды, ну, вот не твой сценарий вообще. У тебя были ситуации, когда твое мнение и твое видение ситуации расходились с мнением врачей, но как долго ты можешь, получается, только стоять на стороне женщины, да, как бы ее границы, может быть, отстоять свои же, да, но в процесс ты не можешь включиться. Ситуации в родах очень много и очень разных, конечно, и такие ситуации тоже бывали. Но нужно понимать, что это не я рожаю, рожает женщина, и определенный опыт тоже к ней приходит, я могу только помогать. Я вообще против войны в родах, воевать с персоналом, но если прямо идет акушерская агрессия, я тоже молчать не буду, я выставлю свои границы определенные, да, и могу сказать и про женщину, но больше я все-таки буду готовить женщину, я не беру женщин, которые не готовы к родам, я буду готовить женщину к тому, что это ее роды, это ее ответственность, и если я буду говорить, а как нужно делать медперсонал, у меня просто очень быстро выгонят из родовой, а я должна быть женщиной, поэтому где-то я проглочу, если, опять же, по отношению к кому направлено, если направлено ко мне, да, вот ты прямо задала вопрос, и я как-то так раз и ушла от него, как относятся к доулам врачи, акушерки, настороженно, скажем так, относятся, потому что не знают еще кто придет, очень много, как новая профессия, когда появляется, там же очень много всего, там намешано всего, кто-то приходит с профессионалом своего дела, то есть есть какое-то базовое образование, я считаю, оно должно быть, или медицинское, или психологическое, и есть уже навыки какие-то, и обучение поверх этого. Просто сказать, что я доулы и пойти работать, это сложный опыт, и можно навредить, это, опять же, про то, что не навреди, да, там, вот, и поэтому разные доулы попадаются врачам и акушеркам, и отношения, соответственно, настороженные, смотрят, а что ты из себя представляешь, а будешь ли ты помогать общему процессу, то есть моя роль тоже и быть для доула, иногда и для акушерки, и для врача, вот это пространство общее создавать, чтобы оно было комфортно всем, то есть я всегда готова помочь, и я с акушеркой всегда говорю, да, что вы можете какие-то мелочи сразу же на меня сбросить, освободив свое время, освободив свой ресурс, потому что у них очень сложная работа. А чтобы стать доулой, что сегодня можно сделать, где обучиться, куда записаться, есть ли какой-то, кстати, еще вопрос был от зрителей, вот, например, я живу в Петропавловск-Камчатском, и классно, я слышу, что в Москве такое практикуется, в Екатеринбурге, в больших городах, а где вот найти свою доулу для родов в маленьких городах? Сейчас во многих городах есть доулы, это первое. Второе, что, наверное, хочется сказать, что не все роддома тоже еще пускают такую партнерскую поддержку, хотя у нас просто на законодательном уровне это не урегулировано пока, то есть в законе сказано, что женщина может получить поддержку от родственников, ну, то есть это муж, мама, может быть, сестра, хотя если придет подруга, ее с большей вероятностью пустят в роды, чем доулу. Вот, доулу сейчас, опять же, пандемия тоже, нужно смотреть, а как в вашем роддоме, есть ли такая возможность, пустят ли ее туда вообще. Так можно найти, на самом деле, практически в любом городе, либо онлайн. Онлайн поддержка тоже есть, и если это прямо какой-то прям город, ну, нет поддержки. Либо там есть доула, но не мое. Мы же все разные. А где можно найти? То есть просто бить в поисковике? Можно в поисковике, самый простой способ, можно в инстаграме, сейчас практически все ведут свои профили, можно, ну, то есть есть общие, скажем, такие, как это, сборник? Ассоциации каких-то доулу. Да, ассоциации доул, где можно тоже свою доулу, ну, посмотреть, а в моем городе есть доулу. Ну, допустим, я в ассоциации доул в данный момент не состою, потому что это такая платная, достаточно дорогая история. Ну, и мне как-то и так хорошо смысл. Ну, у тебя достаточно клиентов? Да, да. А там, в принципе, можно вот пойти посмотреть и понять, а твой это человек или нет. Как понять? Ну, кто-то вот просто за человеком наблюдает, кто-то, если это инстаграм, кто-то приходит на личную встречу. Наверное, если вы в одном городе, да, с доула, это проще всего. Потому что энергетика человека чувствуется, и доула – это про профессиональный помощник в родах, да. Вот тебе с ней спокойно, тебе откликается то, что она говорит, какие у вас ценности, есть ли общие, да. Это все чувствуется же сразу же. То есть сердцем выбирают. Сердцем, правильно. Особенно у беременных, мне кажется, вот эта вот интуиция и в целом ощущение именно не головой, а сердцем, оно прям возрастает. Беременные женщины, они вообще волшебные. Если они хотят поддержку в родах, они не обязательно найдут свою команду. И каждой женщине свое. У меня иногда женщины спрашивают, там, кого вот я должна в команду взять. Я поддерживаю любой выбор. Любой. Есть женщины, которые говорят, я одна, я уверена в себе, я чувствую, что я смогу, прекрасно, замечательный выбор. Либо я хочу с мужем, подготовьте нас к родам, я хочу с мужем, замечательно. А есть женщины, которые, вот им нужна именно женская поддержка. Человека, который сам туда не раз ходил в роды, да, у меня четверо детей, я четверо родов разных прошла, и Кесарева, и естественные роды с Рубцом. Вот, ко мне много таких женщин приходит, кому нужна такая поддержка. И есть женщины, которые один раз ходили с мужем, говорят, классно, но вот сейчас я хочу другой поддержки. Такое тоже бывает. Я уважаю любой выбор, как доула. Ну, отчасти это и психолог, наверное, тоже, да, во мне говорит, что для каждой женщины свое. И поддержать ее в любом выборе, и понять ее, и где-то просто быть зеркалом, а не фонить своим чем-то. Это важно. И это, наверное, сложно. У тебя удается постоянно, вот как ты правильно сейчас сказала, не пытаться свою историю переложить на женщину, а все-таки поддержать, да, то есть вот эту границу выстроить. И эмоционально в то же время не так вовлекаться, потому что я представляю быть доулой, а это вот, чтобы немного тему и в профессию погрузить, это быть на связи всегда, да, то есть если ты человека берешь, женщину, ты, даже вот мы интервью, как договаривались снимать, ты говоришь, я в июле не могу, там, у меня в начало августа женщина, то есть я понимаю, ты не можешь планировать это время. Ты можешь запланировать, но ты могла вот сейчас сорваться и поехать в роды, потому что роды – это спонтанный процесс. И ты вовлекаешься эмоционально в историю каждой женщины, но как вот тебе удается не перенимать ее на свою сторону, все-таки вот эту границу проводить? Это, наверное, навык психолога. Ну, во-первых, я свое стараюсь не нести вообще ни на одну консультацию, ни на один массаж, то есть вот я закрыла дверь к нам, да, допустим, где мы там, в родовой, либо на консультации в кабинет на массаж, и все, мое все осталось там. У меня же тоже много чего в жизни происходит, и бывает, что у меня эмоциональный такой какой-то сложный момент, бывает, что я с мужем поссорилась, а мне роды закрывать надо. Но я умею вот это ставить за дверью и быть прямо, вот включиться в женщину максимально, как мы вот сейчас с тобой разговариваем, я не слышу ничего и никого, я настроена только на тебя. И в то же время роды закончились, массаж закончился, консультация закончилась, все. По-хорошему, я уже там полдня про женщину не думаю. Я могу где-то вспомнить и спросить, как ты, но большей частью времени я не вот это в голове не варю, и стараюсь, ну, это как такое проникновение, знаешь, вот оно в контакте, в моменте должно быть, а потом все, мы разошлись. И я понимаю, что я это вот я, а она это она, это другой человек. Я не могу жить ее жизнь, да, то есть вот этот контакт вовремя тоже убрать, выйти из ее поля. Да. Это с опытом приходит, наверное? Это с опытом приходит, ну, и это же тоже про понимание того, что это другой человек. Если я из родов вышла и думаю, да что ж такое, что ж такие роды-то, это ее опыт, я тоже не гарантирую того, если я в родах, что это будет прекрасный опыт, да, то есть я сделаю все для этого, я все сделаю для этого, но когда ко мне женщина приходит и говорит, а вот я вас нашла, я хочу вот вас в роды, и с акушеркой договорилась, хочу хорошие роды. Только естественные, вот такой-такой-такой-такой план, да? Да, да, я сразу же меня, это внутреннее уже, я начинаю напрягаться, потому что я начинаю женщине говорить, да, я сделаю все, что я могу, роды ваши, это ваш ребенок, это ваше тело, это ваше решение, я могу что-то где-то информацию дать, ну, допустим, вот какой-то сложный момент в родах есть, и врач что-то предлагает, я вижу, что женщина сомневается, и у меня есть что ей сказать, допустим, дать ей информацию, я не буду ей говорить, делай так, это не мое дело, это не мои роды, это не мой ребенок, не мое тело, вот, но я могу спросить врача, у нас есть две минуты на подумать, если я вижу, что женщина, вот она не говорит сразу, да или нет, она сомневается, вот, и всегда есть определенные границы, которые можно сказать, а можно мы останемся вдвоем, или можно женщина позвонит мужу, обсудит с ним, это вообще-то и его тоже ребенок, да, и он тоже имеет право принимать решения здесь, и, ну, можно в этот момент обсудить, дать информацию, но решения все равно будет принимать женщина всегда. Ты помнишь свои первые роды, как доула, твое первое сопровождение, каким оно было? Я помню, наверное, все первые сопровождения, потому что они были очень разными, и иногда, когда ты идешь в свое, вот это твое, да, очень большая поддержка, от Бога, от Вселенной, вот кому что ближе идет, и обычно там роды просто вообще, просто вау, то есть потом будут другие, и разный опыт, но вот те первые роды, они прямо очень запомнились, двое родов, они были очень разные, первые, это были прекрасные, первые естественные роды, ну, такие небыстрые, первые роды, это часто марафон, это нормально, ну, был прекрасный опыт рождения ребенка, женщина получила свою силу, получила удовольствие от родов, удовольствие, нет приятнейших ощущений от того, что, ну, там сильные ощущения в родах, да, вот, но она получила удовольствие от того, насколько она справлялась, насколько она могла думать не о себе, не себя жалеть, а о ребенке думать, его поддерживать, то есть это был опыт рождения себя в матери, и ребенка, это было здорово, мощно, и это очень близкий мне человек теперь, это крестная моей дочери, это получилось так, что клиентка стала такой близкой в итоге, или вы изначально были... у меня прямо сейчас близкая подруга, но она близкий мне человек, она близкий по духу, я знаю, что она у меня есть, и я есть у нее, как дорога, да, ну, и мы же, когда я прохожу через роды, это всегда не просто, это не просто массаж, и не просто консультация, это мы чем-то вот сродняемся, не знаю, мы становимся с сестрами какими-то, может быть, отчасти у меня материнские, там, какие-то чувства все равно к женщине есть, и мы какими-то родными становимся. А было такое, что наоборот, ты отказала женщине в сопровождении, поняла, что не пойдешь туда? Такое бывает очень редко, но бывает, когда я чувствую, что, ну, вот, женщина совсем в другой концепции родов, вот, если она идет в роды, ну, там, априори будет, допустим, вмешательство, и она на них согласна, либо, вот, ей не показано кесарево, она прямо на кесарево идет, но хочет с поддержкой, если что-то задевается, я даже, я не против, это ее путь, опять же, да, но если я чувствую, что меня триггерит, что это вот, меня там будет это все время задевать, и я буду фонить этой своей вот энергией, что я не согласна с этим, прям сильно не согласна, то я лучше уйду, ну, не пойду туда, зачем? Либо это изначально такой роддом, где будет травма для женщины, и для меня. Ты знаешь просто, что место такое, например, да, что... Да, я знаю, что там будет, там будет акушерская агрессия, там будет неуважительное отношение ко мне, к женщине, женщина это тоже все будет видеть и чувствовать, зачем? А как ты думаешь, если, например, у женщины нет возможности взять в поддержку доулу, или роддом не позволяет, но она наслышана об акушерской агрессии, но вот такие вот обстоятельства все равно она идет туда, где принимают вот такие, такой персонал, как ей научиться отставить свои границы, что ей вообще можно предпринять в самих родах, потому что это довольно-таки состояние беременности, то есть в родах, это же вообще, тут еще нужно подключать, получается, ум, чтобы постоянно отставить границу, вот, что ей предпринять в этом плане? Ну, первое, если вот прям такая ситуация, вот роддома, она знает, что там такое будет, это просто морально подготовиться, ну, что, ну, да, ну, будет, вот такие там люди, да, это первое, второе, это внутренняя позиция, что это мои роды, это мое тело, вас никто не заставит делать что-то насильно, ну, вас, допустим, укладывают на потугах, вот прям ложись, если я скажу нет, я буду стоять на четвереньках, примите, пожалуйста, роды так. То есть заранее надо подготовить? Да, это подготовка точная, я всегда женщине говорю, подготовься к родам так, чтобы ты везде прекрасно родила, в самом чудесном роддоме города, да, ну, вот у нас, слава богу, в Екатеринбурге есть выбор, и в самом, ну, таком, не поддерживающем роддоме города, везде ты должна хорошо родить, в лифте, в машине, дома, если, ну, роды, это такой процесс, если начнутся стремительные роды, можно везде родить, такое редко бывает, но бывает. Не успела, не доехала. Не успела, не успела, а успела, обычно эти роды, такие, они на самом деле очень такие естественные, хорошие, и ребеночка, женщина сама может принять, даже если она одна. Это соло роды называются? Ну, это вынужденные соло роды, получилось тогда, но обычно все равно женщина с кем-то или с мужем, то есть, если вы едете в машине, вы понимаете, ну, все, все, останавливаем машину и рожаем. А насчет как раз подготовки, к тебе приходят женщины именно подготовиться к родам и потом, например, всегда, как сопровождение, или кто-то приходит только подготовиться и вот там уже рожает там с мужем, как-то еще? Ко мне приходят даже женщины готовиться к беременности, то есть, я как женщина, которая занимается массажем, правками, я могу помочь телу сделать более ресурсным. Вот. Ну и как к психологу тоже, да, поработать с головой заранее. Потому что, когда, ну вот, просто случилось и мы там в процессе что-то пытаемся быстро к родам подготовиться, это тоже хорошо, да, но когда это прямо такой взвешенный шаг, когда мы можем пригласить ребенка с любовью, когда мы наполнили уже свое тело и приходи, я все для тебя сделала, вот, это другой уровень осознанности, наверное, не всем это нужно, иногда нужно в процессе подстраиваться, быть гибкой тоже хорошо и в родах. Я, например, о Доуле узнала на 36-й неделе, то есть, узнала о том, что вообще такое есть, я в книге по беременности читала, читала, я смотрю, слово незнакомое, они так хорошо описывают и так прям чувствуются по контексту, что это не какой-то метропотник и что там прям веет душой и лично моя история, я вбила в гугле Екатеринбург доула и у меня вышла на первых же ссылках Катя и это была 36-я неделя, когда, казалось бы, уже шанс родить хоть каждый день. Я не скажу, что я была неподготовлена, было понимание, что со мной будет, я понимала, какой план я хочу, но именно на наших консультациях я как-то углубилась в этот процесс как в сакральный процесс, вот, больше. И у тебя, получается, тогда как раз была Анютка маленькая, ты не могла сопровождать, но ты смогла перенести все на Дениса, не на Дениса, а рассказать, погрузить Дениса в этот процесс так, чтобы он смог стать тоже здесь опорой. У тебя часто бывает, что приходят именно как парные роды запрос, то есть женщина с мужчиной хочет хоть отместить, да? То есть сейчас все чаще-чаще. Да, и это всегда очень классный процесс на самом деле. Роды это очень глубокий процесс, не только для женщины, когда мужчина видит, как рождается его ребенок, когда это совместная такая работа, совместный труд, это всегда отношения выводит на новый уровень. Это для женщины. Женщины часто говорят, у меня такой муж после родов, он такой классный, он так мне помогал, он был для меня опорой, и я его увидела вообще новым взглядом, это же здорово. Ну и для мужчины увидеть, а как нам достаются детки, это тоже важно. И какая у меня женщина. И какая у меня женщина крутая, да, что она может пройти вот через такое, через шторм и выйти победительницей, привести человека в жизнь. Это здорово. Бывает, что женщина очень хочет мужа, но муж против, и вот ты как в этой позиции могла бы посоветовать, ну я точно понимаю, что давить и звать его вот так вот, прям ты должен пойти со мной, потому что говорят, что так вот хорошо, вот смотри, психологи пишут, что так, ты там ребенка больше любишь, и у нас скрипче отношения становятся, но просто многие мужчины думают, что их прям заставит там что-то смотреть, или он будет с какого-то ракурса, где я медработник. Ты ведешь такие консультации, чтобы еще и мужчину вообще показать ему, а что там, и может быть он склоняется больше к ответу, будет склоняться к положительному ответу, например. Да, я всегда женщинам предлагаю приводить мужа на консультацию, потому что там ну все равно в начале родов-то он ведь с вами будет, то есть вот мы мужчину приглашаем под таким соусом, что в начале родов все равно это начнется дома, знать, что будет, вот, а дальше он сам решит, он же взрослый человек, когда мы говорим надо, психолог сказал, это больше материнская такая позиция, да, я предлагаю мужчине говорить, я очень хочу, чтобы ты был рядом, это очень важный для меня момент, и я чувствую, что вот просто от твоего присутствия мне уже будет гораздо спокойнее, и если в какой-то момент тебе будет некомфортно, ты всегда можешь выйти, вот, это женщине, да, сказать мужчине, а мужчина часто не понимает, а что он вообще-то может, чем помочь-то, что это, что-то ваше там женское, прямо, а там на самом деле очень много, чем можно помочь, ну, хотя бы вот быть просто рядом. Физически очень может помочь. Физически, бытовая сторона, там, ее просто, она огромная, там, столько всего, но женщина в таком состоянии, ну, не может она там вскакивать, бежать за водой, либо что-то вот такое делать. Да, да. Да, то есть она полностью в процессе, она в глубине, она в трансовом состоянии, и когда рядом человек, который может просто даже подать воды, подержать за руку, иногда медицинские работники над нами так немножечко подшучивают, ну, что вы там в родах приходите, за ручку подержать, а как это важно? Когда есть, кому за ручку подержать, когда ты, есть вот эта опора. Часто массаж отдают, вот если мы с мужем в родах, мне, ну, потому что я, ну, у меня руки набиты. Если женщину там муж погладит по крестцу и я, обычно она говорит, пусть Катя, вот, ну, а ведь так важно, чтобы кто-то еще тебя за руку, вот просто женщина держится за руку мужа, и это уже огромная поддержка. Какие вообще методы природного, ну, не природного, а физического, в плане, что ты можешь дать, как обейсболл женщине? Ну, вот, сразу у меня тут такой вопрос, часто женщины говорят, что я не хочу, вот, я не хочу рожать, чтобы было больно, да, что доула придет и сделает мой процесс безболезненным. Это не так. Сразу нужно сказать, что сильные ощущения в родах есть, и без них невозможно, потому что иначе бы женщина такая беременная ходила, ходила, потом ба-бах, ребенок из нее внезапно выпал. Так же это небезопасно, так не должно быть. Вот, нужно понимать, что роды, это очень древний процесс, да, он отработанный до мелочей, и большую часть времени женщина не в крутом городе жила, а в лесу. Вот идет она по лесу, у нее начинаются роды, она точно должна понять, что это роды, то есть должно быть время, должны быть такие ощущения, чтобы она это поняла. И это больше не про боль, то есть вот те женщины, которые уже не один раз в родах были, либо вот они хорошо подготовлены к родам, это не боль. Больно это, когда вот мы палец порезали, когда мы руку сломали, то есть организм не в порядке. У нас есть такой защитный механизм, да, мы чувствуем боль, понимаем, что-то не то. Там немножко не то, там мощь, там мощь, и это тоже сильное ощущение, их там очень много разных, 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 и когда женщине даже говоришь, все, что с тобой происходит, это нормально, иди, иди дальше, все хорошо, так и должно быть. Вот, ей уже спокойней, да, но есть методы, которые помогают женщине расслабиться, потому что, ну вот я очень люблю этот опыт, я предлагаю нам прям сейчас провести, то есть я любой женщине это показываю тоже, я предлагаю зрительницам попробовать прямо на себе, а просто когда делает кто-то, это прям очень действенное. Вообще, то, что, да, 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 вот это, интересно, то, что мы проживаем телом, это запоминается на уровне подсознания, потому что сейчас много можно говорить для головы, но когда телом прожито все, это уже запечатлено, это точно, да, вот, ко мне женщина приходит готовиться к родам, я показываю ей этот опыт, кулачок, ну вот, длинные красивые накатки у Саши, поэтому лучше вот так, да, вот так, и вот это матка, это самые сильные мышцы в нашем теле, считаются мужчины сильные, самые сильные мышцы у нас, у женщин, это матка, вот она работает матка, мощно работает, да, мощно? А, да, я сжала, да, если поверх вот такое тело, я со всей тоже мощи сжимаю, как там тело? Не очень, как матки, больно, зажимает, да, будет больнее, да, а как шейки будут открываться? Сложнее, конечно, сложнее, второй опыт другой, да, когда мы тоже сжимаем, я уже кладу вот такие прям принимающие, ласковые, ну, еще желательно теплые руки, руки холодные у меня, да, то есть такой опыт принятия, вот это происходит в моем теле, матка мощно работает, и я поддерживаю этот процесс, тогда ощущения совсем другие, и гораздо комфортнее проживается все, вообще наше тело, оно умное, оно нас в родах погружает в особое трансовое состояние, это не в начале родов происходит, это происходит в активной части родов, когда процесс прямо, то есть роды, это динамический процесс, он развивается, это прям чувствуется, да, сначала вот такие волны, потом они все растут, растут, и начинается прям штормить, и главное, чтобы тебе эта волна не сбила с ног, чтобы ты могла дальше идти, вот, и тело погружает нас в такое особое состояние трансовое, когда важнее то, что в глубине, то, что ты сейчас чувствуешь и проживаешь, чем снаружи, то есть это состояние вот после хорошего массажа, когда ты вот в глубине, и тебе не хочется возвращаться, а перед сном, когда вот этот миг, если тебя кто-то позовет, и так, а, еще не заснул, но вот чувствуешь, что если бы еще 3 секунды, ты бы уже ушел в это состояние, вот такое глубокое состояние, и в этом состоянии проявляется анестезия, то есть мы меньше чувствуем, да, уровень ощущений у нас меньше, и меняется ход времени, то есть мы психологически можем уже по-разному проживать время, у меня 17 часов родов, и для меня они очень быстро прошли, то есть мне вообще не казалось, что, уже 3, уже 5, уже 7, ну, то есть вообще казалось, что я в другом измерении каком-то, то есть когда женщина в таком состоянии, так и происходит, и вот все, все, что придумано для помощи в родах, это как раз для углубления трансового состояния, для более комфортного состояния, часто же в родах бывает как, вот уровень физических ощущений, он вот такой, а уровень психологического проживания ощущений, вот такой, нам важно вот так подровнять хотя бы, либо вот так даже сделать, в первых родах там, только первое ощущение, женщина мчится в роддом, да, приезжает, а еще ничего, это еще вообще подготовка, прелиминар, шейка готовится, во-вторых родах она уже не поедет так рано, она уже знает, ой, это еще вообще можно суп варить, ребенка в садик водить, обычной жизнью жить, да, вот, поэтому вот это вот тоже очень важно, ну, и какие методы есть, любые методы, которые расслабляют, любые на самом деле, нет такого ограниченного количества, первое, второе, третье, четвертое, по списку, да, определенный списочек есть, это то, что помогает практически большей части женщин, да, ну, то, что универсальное, скажем такое, но вообще этот список не ограничен, можно просто свою жизнь посмотреть, а что меня вообще в обычной жизни расслабляет, вот я как расслабляюсь. А если женщина вообще не практиковала расслабление в обычной жизни, ну, допустим, она подготовлена с точки зрения информации к родам, но расслабляться не очень-то умеет, в родах будет сложно? В родах будет очень сложно, то есть, когда женщина приходит с такой очень простроенной головой, ей все нужно знать, вот, это процесс нашего тела, то есть, я женщине всегда говорю, что я сейчас твоему, вот, мозг твой успокаиваю, да, я ему даю эту информацию, да, просто, чтобы его успокоить, причем, как я даю эту информацию, я не даю, как это написано в интернете часто, или как, допустим, акушерка расскажет, там тоже интересно это знать, да, стадии родов, допустим, я буду рассказывать, как женщина женщине, что ты будешь чувствовать, как ты себе можешь помочь, вот с этой точки зрения больше, да, от настроя на роды, от ключевых моментов и до прямо сценария мы проигрываем, а что как может пойти, что в конкретной ситуации разной можно сделать, чтобы сделать себе комфортнее и лучше, мягче роды, вот, цель такая, получить удовольствие от родов. Да, например, мантры или медитации, они, вот если женщина вообще никогда не пробовала таким образом расслабляться, не слушала, все равно в родах они должны помочь, да ведь? они скорее всего помогут, но не факт, то есть зависит от уровня страха женщины, то есть женщина должна идти без вот каких-то панических страхов, если вот прям страшно-страшно, это тело сразу же зажимает, это тоже наша реакция, нам когда страшно, наш рептильный мозг говорит, подсознание наше, зажмись, бей или беги, прячься, бей или беги, а это всегда адреналин и включение мышц, а мы уже посмотрели, что если тело вот такое вот все зажатое, что происходит, больнее становится, да? Да, другой вопрос, знаешь, вот даже я рожала в частном роддоме, вроде как проиграла этот сценарий, и мы в целом с Денисом, я ему прям специально объяснила, я могу быть невменяемой, вот это вот, ты будешь отвечать за эти вопросы, но все равно, когда я приехала на очень хороших ощущениях, вот эти какие-то бытовые вещи, типа запишитесь, распишитесь, пройдите, переоделись, оно выбивает тебя из потока, получается, что какой бы даже классный роддом ни был, вот эти вещи, они все равно тебя немножко будут колебать, либо когда ты уже приезжаешь на сильных ощущениях, прям на очень сильных, типа раскрытие 8-10 сантиметров, это тебя не будет волновать? Там просто тебя не будут держать в приемнике столько, будут видеть, что я нельзя здесь находиться, я об этом женщине всегда говорю, что если мы приезжаем, и тебя прям уже так очень хорошо, и хочется звучать, шумно дышать, я говорю, не сдерживайся, не сдерживай себя. Они все поймут, хотя бы твоим внешним видом просто. Конечно, были роды, когда я переодеться не успела, вот так и побежала в той одежде, в которой была, и просто вот на каталке так бегом-бегом, и через там 15 минут родила женщину, такое бывает. И какая ей помощь? И бумажки потом уже вот, ну да, моя помощь, я же не только в роддоме присутствую, мое дело очень на самом деле такое длинное, длинная история, просто это в роддоме не видно, когда вот такие роды. Я женщину сопровождаю уже там с 37 недели точно, и очень много там тревоги идет до. Вот что со мной происходит, у меня сейчас вот такое, я всегда на связи, я могу посмотреть фото, я могу посмотреть видео, мне вообще отлично и нормально, и пробку, и выделения любые, вот, и я женщине скажу, что это нормально, либо скажу, давай-ка съезди в роддом, пусть посмотрят, что там, вот, и у женщины, она всегда знает, что она, даже если она не обращается лишний раз, она знает, что у меня есть, кому обратиться. А как ты думаешь, нужно ли иметь план родов всегда? План родов надо иметь, ну, план или сценарий, да, прописать, но понимание того, что у тебя есть свой сценарий родов, есть сценарий у ребенка, она его роды, это ваша общая история, и есть сценарий оттуда, на ваши общие роды, чтобы они были вам на пользу и во благо, даже травматичные роды, они на самом деле очень много ценного женщине дают, если она не закапывает этот опыт, да, вот, в травму это не превращает, а может с этим поработать и понять, а какие подарки, это осознание, допустим, да, вот, ну, вот в тех родах я была, допустим, девочкой, я не могла свои границы отстоять, мне сказали вот так, я так и сделала, хотя не хотела, ну, то есть там, вот такого насилия может быть очень много, причем они, акушер не понимает, что он, что это насилие, потому что женщина, не говорит. Это просто специфика их работы, вот медработников, потому что не хотелось бы на них вешать лишнее клише, да, вот они все такие грубые. они вообще разные. Они, во-первых, разные, во-вторых, так как у них специфика работы, вот, однонаправленная достаточно, они все-таки не про поддержку, не про заботу, не про то, чтобы погладить поголовки, поэтому мы можем даже принять это, отразить вот так, как агрессия иногда, но... да, причем там может вообще никакой агрессии не быть, то есть человек просто устал, и он там может немножко поворчать, то есть нужно просто понимать специфику их работы, они работают 24 часа, это очень тяжело, это очень тяжело, вот, и смотря какая женщина приезжает, то есть мы когда приезжаем, мы же вот знакомимся с людьми, мы хотим, ну, обычно понравится человеку, да, мы определенным образом себя ведем, и если приезжает такая женщина в роддом, которая всем недовольна, которая приезжает уже изначально туда воевать, зачем, мы же едем к друзьям, мы едем туда за поддержкой, поэтому и такое нужно приезжать, приезжать, если еще способна, улыбаемся, говорим, меня зовут Катя, а вас, ну, то есть знакомимся с человеком, если там есть возможность, то почему бы с собой какую-нибудь вкусняшку не взять, с акушеркой наладить отношения, ну, это просто тоже человек, вот, с акушеркой надо наладить отношения, потому что они сразу же тоже, ну, вот я прихожу на дежурство, меня посылают обычно к каким женщинам, либо к очень хорошим, либо к очень проблемным, и акушерка так и говорит, иди к ней, такая хорошая женщина, музыку слушает, старается вообще, хорошо родит, иди, ну, помочь ей хотят, да, либо, слушай, иди, уже вынесла мозг всем, ну, если ты приезжаешь вот такая, ну, и отзыв о роддоме будет такой же, мне все не угодили, мы же все разные, поэтому, конечно, лучше вот в таком состоянии в роддом не ехать, лишних ожиданий, чтоб не было, акушерка, она не может сидеть с женщиной все роды, да, очень женщины, многие как едут в роддом, что, ну, все рожают, и я рожу, рассчитывая, что акушерка будет с ними все роды, будет рассказывать им, что делать, как себя вести, будет поддерживать их, нет, у нее такой нет функции. Расскажи о правилах трех Т на родах. Правило трех Т это Мишель Аден, очень советую книги его любые, если у женщины есть опыт кесарево сечения, она хочет родить по-другому, естественно, то его книга про кесарево сечение очень полезна будет, но и вот это его, да, правило трех Т темно, тепло и тихо должно быть, ну, как для любого интимного процесса, роды же, это очень интимный процесс, очень открытый процесс, там женщина раскрывается, и раскрывается не только ее шейка, это только самый последний физический уровень, раскрывается она вся этому миру, чтобы выпустить сюда ребенка, если для женщины изначально мир небезопасен, как ты думаешь, как ей будет раскрываться? Сложно. То есть иногда это психологический просто момент, вот мир небезопасен, я сюда ребенка не выпущу, шейка не раскрывается, поэтому там очень много вот этого энергетического всего, есть такая теория, что женщина за 40 дней до родов уже начинает раскрываться, энергетически вот эти внешние оболочки у нее постепенно раскрываются, и шейка это только самый последний мощный этап, и так же и собирается, кстати, после родов 40 дней, не просто так, 40 дней. А ладно, про тепло, можно как-то настроить тихо, там тоже, в принципе, если у какого-то постоянно уходит, куда-то тебе так тихо, насчет темно, что мы можем вообще сделать, если, ну вот есть в частных современных роддомах, там функция вообще выбрать себе свет, синий, фиолетовый, темный, а если вот так, вот мы сейчас сидим в студии, и ты днем рожаешь, что мы можем вообще сделать? Это может быть рибоза, когда я делаю рибоза массаж, вот так женщину голову, тело закрываю, могу ее немножечко покачивать, это может быть маска, могу за, то есть на самом деле вариантов очень много, всегда можно покреативить. Расскажи про рибоза. Рибоза это классная техника, это очень женская техника, это пришло оно к нам из Мексики, там это просто предмет одежды женщины, любой. Шарф? Это шарф, да, ну палантины, если вот сейчас привычнее, наверное, так сказать, это натуральная ткань, она сплетена особым образом, что она очень крепко держит, и с другой стороны она прям мягкая, она обволакивает, это как будто бы тебя кто-то обнял. И там женщины их используют для всего, для тепла, душевного, физического любого, то есть физического укрыть плечики, если замерзла, а для душевного тепла, допустим, подвязывают животик во время беременности в качестве бандажа, стягиваются после родов бедра и животик, потому что тело нужно собрать, оно очень сильно в родах раскрывается, за счет релаксина, все косточки, да, уходят у нас немножко на другие места, и нужно его собрать, когда мы стягиваемся, это все подсобируется, прям женщина чувствует себя собранной. Это для того, чтобы носить ребенка, ну и для массажа, конечно, я сейчас в аспекте массажа сказала, в массаже он используется очень много для чего, там любые женские переходы, роды это тоже женский переход, ну допустим, из девочки в девушку, там это происходит не так, как часто происходит у нас, иногда мама вообще даже про это ничего не говорила, что начнутся какие-то месячные, и женщина, у меня есть такие женщины, которые приходят с травмой по этому поводу, и говорят, что я думала, что я умираю, истекаю кровью, вот, есть переходы в женщину, в мать, в бабушку, и это все очень важные, на самом деле, переходы, бабушкой тоже стать здорово. Это празднуется, Это празднуется, это праздник. Классно. То есть, вот мама, допустим, если это переход из девочки в девушку, делается прямо праздник, девочке покупается красное платье, красивое, накрывается стол, то есть, все, врата в мир открыты, ты можешь сюда привезти человека, это праздник, это классно, и нет такого, что это про грязь, это про другое, это про очищение, и про возобновление вот этого цикла жизни ежемесячного, когда ты можешь привезти в эту жизнь человека нового. Вот как удивительно, да, просто с другой стороны, вообще, взгляд? это одно и то же, но это вот, причем, у меня это не с рождения такое знание, я их получала постепенно, и когда-то для меня это было тоже, когда я первый раз услышала, что? А потом это меняется, мы меняемся в течение жизни, мы можем получить вот новое это, и передавать дальше своим дочерям, я хочу, чтобы моя дочь вот так пришла в это новое состояние, а не про что-то вот такое, вот то, что нужно прям, этого нет, этого нет. Да, это же очень часто так, гости из Краснодара? Ну, про грязь. Да, ну, то есть, либо это как-то очень смешно, даже все шутки, там, в комедиях каких-то, фильмах, оно тоже может быть на этом построено, это же все закладывается, ну, собственно, как и восприятие родов, что это такое чаще всего, покричала там 15 минут, что-то как-то вообще, причем страшно кричала, очень страшно, это всегда ужасные кадры, мне особенно, когда я родила, если попадались эти кадры, ну, подобные, подобные отношения в фильмах, я прям, нет, ну, покажите другую картинку, но там же не только так. А роды же не так, они же не так идут. нет, ну, то есть, они показывают, ой, и вот следующий момент, ага, да, а вот этот весь период, там, погружения, схваток, всех этих волн, да, ну, ну, собственно, мне кажется, сейчас, как будто вектор идет развития, ну, не знаю, это не в обратную сторону, а я надеюсь, что-то вперед мы идем, и об этом не стыдно говорить, об этом классно говорить, это такая тема, во-первых, неисчерпаемая вообще, это же жизнь, наши дети, продолжение. Это наша женская сила, и про это нужно говорить обязательно, и это показывает не как что-то ужасное, а как, ну, сокровенная тайна, и это, не знаю, для меня это прекрасно сейчас. Вот. Знаешь, мы про послеродовое чуть-чуть восстановление начали говорить, про шарф, вообще, вот если еще женщина готовится к беременности, благо подготовилась к родам, очень часто на этом как бы все, ну, то есть бывает такое, родить, и все. А дальше, собственно, начинается самое интересное. Помню, однажды мне в себе кровь пришла домой, когда у меня был очень большой живот, уже прям 38-39 недель, и мы очень много, весь вечер говорили про роды, про то, как будет, как я хочу, что будет, там, в общем, про этот день. Она такая, Санечка, ну, ты же понимаешь, что роды, это, это только цветочки, самое интересное начнется дальше. И вот такая, ну, так-то да. И вот, все понимаешь, от ГВ, ну, в целом, как бы жизнь на 180 меняется. Про женщину, вот, огромная тема, наверное, огромный блок этого видео будет посвящен послеродовому восстановлению, вот, как ты правильно сказала, да, собирает женщину по кусочкам, как в плане эмоциональном составляющей, так и физическом. Надо ли к этому готовиться? К этому нужно готовиться обязательно, и часто послеродовая депрессия у женщины возникает, потому что она, ну, она не знала, что вообще-то есть еще послеродовое восстановление, она требует определенной заботы, да, и заботиться надо и о себе, и подготовить всех членов семьи к поддержке, потому что к родам готовиться очень здорово, это экзамен на материнство, да, и если мы не готовимся к экзамену, обычно мы знаем, что происходит, да, мы его можем завалить, вот, но это только один день, он очень важный, очень важный для здоровья ребенка и мамы, и для психологического, и для физического, но это один день, а потом будет бесконечная жизнь еще с ребенком, да, большая, и там очень много всего новых задач, и к уходу за ребенком нужно готовиться, и знать, что если вот родился ребенок, и есть такие женщины, вот, ну, как будто бы у них руки волшебные, они уже знают, как взять, они не боятся, как груди приложить, но большинство женщин не таких, и если сложно позвать кого-то на помощь, да, сейчас очень много специалистов, консультантов по грудному вскармливанию, послеродовое доло, ну, либо я себя называю консультантом по материнству, когда я могу прийти, показать, как на ручки взять, как запеленать, если женщина планирует пеленать ребенка, как груди приложить, и иногда, вот, просто от спокойного человека рядом, от того человека, который скажет тебе, ты все сможешь, у тебя все получится, ребенок прошел через роды, какие бы они ни были, он такое испытание пережил, он точно не сломается, это не хрустальная ваза, вот это важно, это тоже отчасти послеродовое восстановление, когда ты не тратишь весь свой ресурс, вот, в то, что я боюсь, у меня не получается, не надо быть идеальной матерью, нужно быть просто достаточно хорошей матерью, отлично, попу моешь, к груди прикладываешь, либо кормишь каким-то образом, да, если нет грудного вскармливания, все, уже хорошая мама, ура, вот, а послеродовое восстановление, это и про психику женщины, и про физику женщины, если роды первые, то, конечно, тело восстанавливается здорово, и само, скажем ему спасибо, но мы можем его поддержать, оно может восстанавливаться год, либо можно это сократить, как говорят в Китае, что если женщину правильно восстанавливать после родов, она может стать сильнее, краше, чем до беременности, то есть тело как пластилин, оно очень мягкое, очень такое, пластичное, можно сделать с ним все, что угодно, и зная, что да, нужно этим заниматься, мы уже это делаем, то есть, во-первых, всех родственников готовим, вот у меня есть специальный урок, видео, да, для папы бабушек называется, про то, что нужно поддерживать, ну, малыш родился, нужно не о нем заботиться, вот им не о нем нужно заботиться, о нем заботится мама, о нем заботится женщина, которая родила, особенно, если это первый ребенок, не надо у женщины забирать его, она должна всему сама научиться, она должна почувствовать эту эмоциональную связь, можно показать и все, не надо ему заменять, есть просто очень активные бабушки, которые сами не нянькались, у них один ребенок, либо два, и сил-то много, и они пытаются вот эту материнскую функцию забрать, я все лучше сделаю, а ты просто посмотри, нет, вот, бабушка должна приходить и помогать, по дому, например, что нужно сделать, давай, я полы помою, борщ тебе сварю, с ложечки тебя накормлю, как я всегда говорю, если бабушка вот присутствует на консультации, я ей так очень мягонько, но говорю, вот, женщина заботится о своем ребенке, а вы заботитесь о своем ребенке, прикольно, если это свекровь, ну, значит, вот, это же тоже ее инвесторка, тоже ее доченька, классно, а есть еще правила трех L, о которых, ты мне рассказала об этом правиле, ну, такой алфавит, что там у нас еще, раз в воспитании к детям, каким 3M, вот, правила трех L, да, это любить, любить, понятно, кого нужно учиться, как-то на консультации у меня сидела пара, и когда я спросила, кого нужно учиться любить, муж сказал, меня, я говорю, ну, вас уже, наверное, она уже научилась, вот, женщина должна научиться любить своего ребенка, потому что это тоже такой распространенный миф, родился ребеночек, я люблю его безмерно, на меня, на меня что-то снизошло, это не у всех так, женщин бывает, есть, любовь, она раскачивается, любовь, она, женщина размамивается, вот, такое термин у меня тоже есть, да, то есть, она вот прям углубляется, вот, в эту любовь, и в мамскую вот эту вот заботу, то есть, как раз в уходе и появляется эта любовь, чем больше заботишься, мы с Денисом тоже заметили, мне кажется, у папы это тоже работает, у папы тоже работает, конечно, в начале особенно как бы, он же не рожал как бы, и грудного молока у него нет, у него вообще, наверное, кабачок какой-то, орет, еще там постоянно нужно укачивать, и вот как раз в уходе, в постоянном, вот видишь эти развития, эти какие-то первые изменения, и еще больше влюбляешься, влюбляешься, это действительно процесс. Да, и как раз вот плюс, вот ты сейчас говоришь, я прям думаю, что вот плюс мужчины еще в родах, в то, что он получает совсем другие эмоции, он этого ребенка держит сразу после родов, там, на руках, да, и у него, ну вот включается, это тоже папская вот функция какая-то, вот прям как рубильник, да, то есть он уже этого ребенка так не боится, он может к нему подойти, у него совсем другие чувства к нему, это важно, а после Кесарева как важно, чтобы муж был рядом, ведь выложат ребеночка папе на грудь, папу разденут, футболку снимут, ребенок получит от него вот этот весь домашний, да, все вот эти вот важные тоже микробионы, бактерии, вот, и у папы тогда часто женщины говорят, ты представляешь, у папы успокаиваются, но в руках лучше, я говорю, ну что ты хочешь, папе же на ручки дали после родов. То есть вот это выложить на грудь, оно имеет обоснование, в первую очередь, вот такое, как минимум, чтобы бактерии вот эти вот получить, все, не просто обняться, в этом есть огромный смысл, золотой час, золотой час на маме очень огромный смысл, и для ребенка, ребенок чувствуя, что мама рядом, я вернулся, как будто бы вот в эти райские времена беременности, то есть вот он сделал эту работу, и это его награда за его труды, то есть это тоже, там и психологические качества определенные у ребенка появляются, потому что, ну вот я потрудился, я получил заслуженную награду, как много взрослых людей, чего-то добиваются, 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 а порадоваться не могут, да, потом сказать, вау, я молодец, каким-то даже промежуточным результатом, все время какое-то достигаторство, это же вот отсюда, ведь могут быть корни идти, не выложили на маму, я просто вот лежу, и чувствую, все системы мои органы ребенка запускаются по-другому, то есть так должно быть, он должен быть на маме, мы многого даже еще можем не знать, потому что это же вот ученые постепенно узнают, что так должно быть, а перед этим были там эксперименты разные, когда в роддоме, допустим, забирали ребенка у мамы, а когда последствия-то? Последствия они придут там через 10, 15, 20, 30 лет, и пока это снова вернулось все, даже прекрасно, что сейчас вот это так, золотой час на маме, когда ребенок час лежит, его не одевают, не взвешивают, не измеряют, он лежит на маме, импринтинг опять же, запечатление, да, а вернемся к L, да, любить, любить, получается вот ребенка, лениться, и лежать, мне это больше все нравилось, лениться тебе нравилось, потому что сложно, сложно самым современным женщинам вообще замедлиться и осознанно позволить себе расслабиться, ничего не делать, ничего себе ничего, вот только хотела сказать, кажется, я ничего не делаю, и обесценить вот эту всю работу, которую ты на самом деле делаешь, и не бежать куда-то, не думать, что сейчас ты упустишь все, что происходит в мире, потому что я не выйду туда-сюда, туда-сюда, а просто лениться, это вот у меня просто напоминание себе было ежедневное, что я делаю все так, я должна лениться. И ты вкладываешься в свое тело и в свое психологическое здоровье, женщина, которая на третий день моет полы, это навряд ли будет здоровая женщина, и физически, и психологически, я мужчине так и говорю, я вот это прямо объясняю, мне вот тут вот папа на консультации, я прямо говорю, это часть для вас, потому что вот ваше дело обеспечить поддержку, либо вы моете полы, либо находите того, кто это сделает, бабушку организуем, либо специально обученного человека, вот, и это важно, это нужно, да, вот лениться, то есть бытовых дел первые 40 дней минимум, готовить по минимуму, и если у вас нет поддержки, такое тоже бывает, но нет финансовой составляющей, да, для этого, нет бабушек рядом, это можно для себя любимой сделать заранее, во время беременности, у меня была женщина, которая купила специально холодильную камеру для этого, и она ее говорит, я заполнила полностью, мы первые 3 месяца не готовили, морозильную, или холодильную? Да, морозильную, морозильную камеру, и она нажарила там, плов сделала, заморозила, бульоны заморозила, то есть все, полностью весь рацион уже был, потому что горячая еда после родов, это очень важно, ну и не любой мужчина может приготовить, нам сейчас проще искать варианты, креативить, это всегда хорошо, просто об этом нужно подумать заранее, когда женщина после родов, и у нее, ну, это огромная работа, это организм будет чувствовать, что ему нужно восстанавливаться, ему нужно лежать, отдыхать, спать, да, пока спит ребенок, вот, и там, ну, некогда вот этим заниматься, продумывать, продумать заранее, чтобы была мультиварка, если у женщины, она лежит где-то там на чердаке кухни, как раз в этот момент она достается, вот, посмотреть, где хорошие полуфабрикаты можно купить, ведь есть сейчас очень качественные полуфабрикаты, заморозка, доставка еды, доставка еды, это просто прекрасно, это вот, если сегодня день не задался, но ребенок капризничает, я все внимание ему, ну, закажите вы еду, это не проблема сейчас, это классно, вот, ну, либо уже готовимся, если понимаешь, что вот этого ресурса у нас нет, тоже у меня есть женщины, которые говорят, я мечтала всю жизнь жить на природе, теперь, говорит, живу, даже еду заказать туда не могу, ну, значит, так, значит, приспосабливаемся как-то по-другому, либо посылаем раз в месяц мужа, вот, покупать в заморозке, да, ну, да, и третье L, и третье L, это лежать, потому что женщине после родов не нужно скакать газелью, я иногда прихожу на консультацию после родов, и женщина мне, сейчас я вам стульчик принесу, я говорю, не надо, давайте я сама, вот вы, пожалуйста, ложитесь, либо вот она стоит напротив меня, я ее, конечно, сразу же хочу уложить, потому что у нас кости таза разошлись, да, там проходил большая голова, там прошла ребенка, это самая большая часть тела ребенка, и, ну, там сейчас, ну, вот так вот, если посмотреть, там дыра, то есть кости таза у нас делают вот так, так, и вот так в конце, и так остаются, если их не собрать, они сами тоже подбираются, но нам важно это все подобрать, вот стягиваемся мы по этому, чтобы закрыть, и у нас тяжелая матка, то есть у нас тазовое дно держит это все, и оно иногда не выдерживает, поэтому опущения разные, подтекание мочи после родов и прочее, об этом тоже никто не говорит, все об этом молчат, но это неприятно, и с этим можно работать, можно жить потом прекрасной здоровой жизнью, если позаботиться о своем послеродовом восстановлении, поэтому лежим, то есть вот у нас прям такое гнездо для мамы и малыша, а все вокруг вот ухаживают за мамой. То есть где-нибудь рядышком ребеночек, ты в ложе, какие-нибудь там нужные приспособления, и ты, например, как уже не доула, а, наверное, как помощница по материнству, как ты говоришь, можешь прийти и такая опытным глазом, если что, так, если что, здесь удобнее вот так, и помочь ей настроить это самое гнездо. Пространство, да. Классно. Но самое главное, что я прихожу, наверное, это опять же вот это поле, когда я прихожу, я прихожу спокойная, как удав. То есть все, я вот зашла, дверь закрыла, все свое оставила там. И я просто спокойная, уверенная, и я никуда не тороплюсь. Я женщину с собой замедляю, потому что женщины после родов тоже, у нее кажется, столько всего, подмыть, покормить, приготовить, все-все-все, вот это вот на нее наваливается, как-то и той жизнью надо жить, особенно если у мужа какие-то ожидания, что она сейчас возьмет на себя все по ребенку и ничего не поменяется вообще в нашей жизни. То есть муж такой приходит с работы, говорит, не понял, ты сидела дома целый день, где? Ужин, прибранная квартира, это что вообще? А когда он понимает, что вообще отпуск после мужа, после родов, это хорошо, когда он понимает, что там столько всего, иногда женщина вот действительно сама себя даже обесценивает, говорят, да что это вообще, ничего целый день не делаю, как день прошел, возьмите блокнот и ручку, запишите, вот прям записывайте все, что вы делаете в течение дня, когда вы увидите вот такенный список вечером, вы поймете, что вы делаете. И почему такая усталость? Да, как-то мужчина, я смотрела ролик, там мужчина рассказывал, я, говорит, просто все свои обязанности жены выписал и посчитал, сколько это может стоить. Там повар, няня для ребенка и прочее, прочее, и понял, что я ее не могу содержать, ну, то есть я не могу ей это все обеспечить, вот такую сумму, она там закрывает все эти потребности, я только на работу хожу. Ну да, да. У нас тут в кадре появились помощники, это нам понадобится для следующих вопросов. Пока что я хотела бы еще про пингунг у тебя порасспрашивать, потому что это от тебя, я вообще узнала там, что это такое. Расскажи, для чего он нужен и где его можно приобрести. Бингунг – это специальная стяжка, которая позволяет собрать тело женщины ну вот в добеременное состояние, скажем так, да, подтянуть мышцы, все органы немножко приподнять, потому что у нас во время беременности у нас же животик растет и все органы, они вот в таком немножко там состоянии, да, куда их там прижало, вот, и связки, они тоже, на которых органы держатся, они смещаются, то есть одна связка не работала, вторая связка была сильно растянута, вот, и потом происходят роды, и такой бабах, ребенок у нас родился, матка резко сократилась, и органы, они все упали, ну, так вот, где на связках, где они провисли, там провисли. И нам важно это все на место, чтобы это все собралось, вот поэтому послеродовое восстановление нужно. Это самомассаж живота, как минимум, это промасливание живота, чтобы кожа тоже у нас вся стянулась, да, либо вот такой животик был, либо мы хотим красивый подтянутый живот. Пуп у нас должен на место встать, потому что пуп держит весь живот, это важное место. И, ну, все эти задачи помогают решать бенкунг. Не обязательно бенкунг, любая на самом деле стяжка хороша, но не обычный бандаж. Потому что обычный бандаж, когда вы просто взяли, утянули живот, что происходит у нас? У нас так там все немножко провалилось, тазовое дно, ему так тяжело держать тяжелую матку, которая еще не сократилась до конца. А мы берем и вот в этом месте себе все стягиваем. Получается, еще выдавливаем все вниз. Вот. А нам нужно собрать все от бедер, от таза и наверх, чтобы вот так вот все наверх приподнять. И это обычно тканевые какие-то варианты, потому что бандаж, вот он заданного размера, есть 42 размер и все. А женщина 42 размера после родов, она сегодня такая, завтра уже совсем другая, послезавтра вообще третья. И когда мы тканью стягиваемся, это позволяет каждый день настроить именно на ту, которая на сегодня, вот этот размер. Вот. Просто бинкунг это такая классная штука, которую можно наматывать стоя, во-первых, не лежа. Многие тканевые подвязки наматываются лежа. Это не для всех комфортно. Вот. И он требует, наверное, самого длительного времени намотки. То есть это первое время 10 минут, как минимум, потом может быть 5-8 минут. Но, опять же, это время, оно тоже важное. Потому что часто после родов женщина вот настолько уходит в материнскую вот эту функцию, ну, потому что ребенок 24 на 7, ему нужна мама, да, что она забывает, что она вообще-то осталась женщиной. То есть это материнство, это только грань моя. И вот это время, когда я помассирую свой животик, когда я стянусь, уделю время себе, когда мне женщина говорит, у меня нет на это времени. Не верю. Я мама четверых детей. Не верю. Если сильно надо, ты это время найдешь. Ребеночек уснул, в первую очередь вот это делаем. Вот. И весь день так ходим, да, в стянутом положении. И там прям чувствуется, как появляется, как будто бы дополнительный позвоночник, собранность появляется. Потому что иначе ты ходишь, и ты чувствуешь, что вот там у тебя между ног проваливается все. Ты будто рыхлый какой-то. И рыхлый, да. И такой облачный. Желе. Да, да, да. Несешься куда-то. Причем кости тоже желе. Да? Да, да. Получается, с первых дней есть ли естественные роды. Можно с первых дней подвязывать? Мы первые три дня не подвязываемся. У нас там сильно сокращается матка, поэтому мы сильно пока ничего не собираем. Там важно лежать. Лежать, кормить. С одной стороны шевелиться. Нельзя вот прям, то есть лимфодренаж делаем. Ручками, ножками поболтали, пошевелили, суставную гимнастику лежа сделали. Но мы стараемся много не ходить. Если мы идем, допустим, даже в туалет, мы берем живот и несем его в туалет. Для многих женщин вообще шок, что у них после родов вообще-то живот полностью не уходит. Это постепенная сборка, особенно если роды не первые. Чем дальше, тем больше живот после родов. Он соберется. Дайте ему время. И тут тоже важна опять же поддержка мужа, чтобы муж не ходил и не говорил «О, ты снова беременна!» «Что-то у тебя такой живот остался!» Вот не надо этого. Наоборот, говорите, что какая ты прекрасная, какая ты замечательная, все у тебя получается. Такая поддержка нужна, а не вот это вот все. И это тоже лучше, чтобы кто-то об этом сказал. Либо бывает, что сам мужчина такой чувствует, но часто не чувствует. И можно нанести женщине уязвимое очень в этом момент травму. Она и так очень уязвимая. Сама смотрит в зеркало и понимает, что будто с новым на пятом месяце беременности. Да, это все соберется. Это все при должном внимании и все соберется. Поэтому мы стягиваемся. Давай плавненько перейдем к ГВ. Кормлению грудью. Вообще, это довольно-таки естественная тема. Все об этом говорят. Но почему же тогда существуют консультанты по грудному вскармливанию? В чем их самая основная задача? Консультант по грудному вскармливанию помогает тогда, когда у женщины какая-то есть несостыковка с ребенком, когда какая-то есть проблема. Либо больно кормить, либо мало молока. То есть большинство женщин кормят грудью прекрасно без всяких консультантов. Такое очень часто бывает. И не нужна помощь. Но если некомфортно, если больно, если что-то как-то мне неудобно, консультант решит всю вот эту настройку. То есть женщина, она и сама настроится постепенно. Но если это первые роды, у нас сейчас негде посмотреть, а как вообще кормить. Ну вот вживую. Часто ли женщина видит до собственных родов кормящую мать где-то, да? Да, это редко. И ухаживающую за ребенком. Поэтому я всегда говорю женщине, если у вас в окружении есть молодая мама с маленьким ребенком, напроситесь в гости. Просто посмотреть. Хотя бы как это выглядит. Да, а с утра до вечера и прям помогите ей. Маме будет полезно, да? И этот помощник прям очень нужен. И вы посмотрите, а как с ребенком вообще, как его кормят, как за ним ухаживают, как мама садится, да? Вот чтобы устраивается, чтобы ей было комфортно и удобно. Вот. То есть такой опыт чужой, он тоже очень важен. А здесь приходит специалист, который знает, как это сделать. Да, как сделать комфортно, как сделать, если болевые ощущения и неправильное прикладывание. То есть самая большая проблема мам это неправильное прикладывание, ну боль при кормлении. Мы должны радоваться, мы должны приложить ребеночка и счастье испытывать. А мы там, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лишь бы вот так вот. Кто-то пальцы закусывает вот так больно. Вот так не должно быть. То есть терпят? Терпят, да. У нас очень терпеливые женщины. У меня есть женщины, которые месяц кормят с трещинами на груди. То есть неправильно месяц прикладывают. Терпят и только через месяц зовут на помощь. Не надо так. Можно, я всегда говорю, что моя функция основная это легкость материнства добавить, счастье, радость. Вот просто вообще по-хорошему любой женщине с первым ребенком после родов нужна вот такая консультация по уходу. Если у нее все более-менее с грудью, там консультант чуть-чуть подправит и сделает еще лучше. Еще комфортнее. Позы показать. Позы показать, да. Расскажет. Позы показать, да. Что он может быть, как он проявляется, чтобы не спутать с первыми признаками ОРВИ, получается, да. Или показать купание. Ну, это прям неоценимая помощь. Да, да. То есть вы просто за одну консультацию получаете очень много пользы. И главное спокойствие собственное, уверенность, спокойствие. Ну, и больше радости. То есть уже два человека как минимум более счастливы. Ребенок и мама. Это хорошо, да. Это супер. Потому что мы же, когда кормим грудью, мы же кормим тоже вот своей, не только молоком же, да, а любовью, своей включенностью. То есть женщина, которая кормит, допустим, ребенка и смотрит, ну, не знаю, что там, дом-2, и женщина, которая кормит, там, медитацию слушает, это будут две разных мамы, да. Разного они будут кормить ребенка. И когда мы кормим, если мы страдаем от боли, либо мы счастливы, мы лежим, нам вообще классно. Это будут, ну, разные тоже, да. На ребенка же это все тоже действует, потому что с первым ребенком мама тревожная. И ребенок такой же. Самые беспокойные дети, по статистике, это первые дети в семье. Расскажи мне, что у тебя в коробочке лежит? Я прям специально это поднесла показать, потому что женщины мне часто задают, вопросы, это вот такие вот желудки, да, ребенка на разном, можем вот так, в разном возрасте, да. То есть вот это вот желудочек новорожденного ребенка. Почему я приношу показать, и прям женщине говорю, это даже не перепелиное яичко меньше, да, но я обычно говорю, перепелиное яичко, что малышу не нужно много молока после родов, там нет молока, там еще молозива, но оно очень жирное, концентрированное, его достаточно. То есть желудок у нас растягивается под влиянием прихода молока. Вот у нас третий день уже вот такой, вот уже под молоко, да, растянулся желудочек, а вот это уже у нас семидневный. Это семидневный. Да, это уже такой желудочек. Молоко пришло. Но, собственно, молоко приходит как раз на третий, чаще всего, день, да, и вот это уже... Да, и начинает постепенно растягиваться. Если молока пришло прям очень много, ребенок может срыгивать, ребенок удаляя излишки, это естественный способ удаления излишков. Вот. Ну и грудному вскармливанию, конечно, это чисто практическая вещь, сколько бы вы не посмотрели заранее, а нужно это делать, это уже очень помогает. Но если этого достаточно, все у вас прекрасно, ну и ладно, не надо, не нужен консультант. А если что-то не получается, зовите на помощь, потому что это многие проблемы сразу решают. Почему? Потому что любое видео, посмотрев, это не практика. То есть я вот просто показываю маме, ну допустим, вот приложен ребеночек груди у нас, да? Ну стандартная поза, колыбелька, так чаще всего женщины кормят и умеют кормить. Вот сказать маме, что положите ребенка так, чтобы нос изначально смотрел на сысок, а не вот так, не вот так, тянемся куда-то грудью, да? Да, это тоже иногда не додумаешься сам. Не додумаешься, и это видео тоже, ну все не расскажешь. У меня есть видео поддерживающее, да, по всем позам основным, у меня есть видео, но это видео больше какого характера? Вот я сначала все покажу, а потом скажу, если вы что-то забыли, посмотрите, пожалуйста, есть видео. Ну, опять же, если женщина где-то далеко, она может и по видео посмотреть, я могу ей сказать, снимите мне на видео, вот близко, как вы прикладываете, я вам скажу, где какие ошибки. И, допустим, вот очень тоже классная штука, как не держать грудь, когда ребенок сосет, что нос ему перекрывает грудь, как не держать, да? Многие женщины вот так и кормят, месяцами. А рука тут как вообще устает, вообще-то все напрягается, женщины ко мне потом на правку приходят все с остеохондрозом шейным. Вот, а мы как прикладывали, вот мы приложили, я женщине прям показываю, вот здесь прижми, вот здесь, нос подправляется в районе попы. Ничего себе. Вот как это рассказать все? Это сложно рассказать, это нужно один раз показать, и это сразу же становится понятным. И вот такие мелочи, они, либо ты до них долго-долго будешь доходить, либо где-то много-много искать информации. Интернет это классная штука, но это большая помойка. Там надо знать, куда идти, да? Да, сортировать надо. Сортировать и знать, куда идти, проверенных источников хотя бы смотреть, проверенные источники. Вот, ну и вычленять информацию там, чтобы вот эту истину найти, нужно очень много перелопатить информации, а можно концентрированно получить. Ты как консультант по грудному скармливанию советовала бы кормить по требованию или по часам? Такой был частый вопрос. Я знаю, что ты ответишь, но я хочу, чтобы ты прокомментировала это. По требованию, причем не всегда по требованию ребенка, иногда и по требованию мамы. Первое время. А хочу покормить. А хочу покормить, потому что, ну вот, разрывает, допустим, да, молоко пришло, и мне нужно, чтобы мне малыш помог. А есть такая песня, как налитые грудья без чада. Вот эта женщина понимает весь смысл этого, только когда она родит. Что это такое? Налитая грудь без ребенка. То есть ребенок, это ее помощник, это вот тоже единая система, как в родах, да? В родах. Две лошадки тянут одну тележку роды. Мама и ребенок. А здесь тоже, это единая система. И иногда ребенок после родов сынливый бывает. И он, вообще мы по требованию ребенка кормим. Ребенок просыпается, мы покормили. Но первое время мы бдим, потому что у него может быть желтуха, и он может быть такой немножко вяленький, ослабленный, он спит много. Мы должны знать нормы, да, какие-то, что вот чаще там может прикладываться, а реже, чем каждые два часа, нет, нужно подбуживать ребеночка, если это день. Ночью там нормы побольше. Ну, во всем, я сейчас не буду даже загружать информации, то есть нужна будет, можно всегда спросить, я, у меня просто есть видео с теорией, где можно, я на консультацию еду, я ленивая женщина вообще. Я не люблю 250 раз одно и то же рассказывать каждой женщине, я высылаю ей уже готовые материалы. Я приезжаю, она у меня уже теоретически подкована. Это уже круче намного. Конечно, ценность консультации растет. Мы можем прямо практиковать, мы можем где-то какие-то психологические моменты обсудить, потому что часто я приезжаю к женщине и понимаю, что суть ее вопроса не в грудном вскармливании. Я приезжаю к ней, я ей нужна как психолог. Просто про ее роды послушать. Где-то ее просто вот обнять, даже вот так вот на расстоянии. Просто побыть рядом, потому что ее никто не понимает. Вот у нее вроде все хорошо, ребенок здоров, она здорова, она плачет. И, соответственно, это влияет на грудное вскармливание. Смотри, мы поговорили про послеродовое восстановление, про таз, он дольше всего восстанавливается, до двух лет, да, вроде бы. Какая в таком случае идеальная разница между родами? Вот знаешь, не в плане, потому что он вырастет, и что-то мне будет помогать, а именно в плане здоровья женщины. Вот просто какой-то минимум, который ты бы могла порекомендовать. Ну вот с точки зрения, вот тут медицины даже, то есть есть определенные сроки, это три года считается, что женщина, три года полностью женщина восстанавливается, может идти в новую беременность. Вот, классно. Просто даже знать кому-то. То есть дальше уже эмоционально, психологически, это уже разные другие аспекты, а вот для здоровья три года. Давай мы с тобой погрузимся в тему закрытия родов. Что это вообще такое и для чего происходит? И как долго может, какое долго может время пройти после родов между родами и на самом деле закрытиями? То есть бывают же случаи, что закрывают роды 20-летней давности. Что это такое? Да, то есть это такая практика, которая как раз была утеряна. То есть раньше всех женщин закрывали и не рассказывали женщине особо зачем, просто бабку закрывали, мамку закрывали, и меня тоже будут закрывать. Вот. То есть женщина в родах, она очень сильно открывается энергетически, и после родов часто женщины говорят, я ощущаю себя несобранной, как будто бы меня разметало в пространстве, но вот больше, чем я и есть. Я ощущаю, что, ну вот просто принятие себя в новой роли, что мое тело поменялось, я изменилась. То есть некоторые женщины говорят, у меня все вылетает из головы, я нестабильна эмоционально, меня все время вот туда-куда-то шатает. Это все незакрытая женщина, которую нужно собрать и эмоционально, и психологически, и физически. То есть это такая процедура, которая нацелена на все сразу. Вот. И раньше, ну, считалось, что несколько бань должно быть у женщины после родов. То есть обычно закрытие идет в бане, ну, либо с какими-то вот процедурами с водой связанными, да, прогреть женщину хорошо. Вот. И считалось, что если, ну, обычно женщина жила в семье же мужа, если свекровь любит невестку, то она ей сделает там несколько бань. Если не любит, то одну. Ну, хотя бы на одну имели все право. Угу. Вот. Почему в бане? Потому что в теле очень много релаксина. Сейчас у нас в бане нет, и женщины, некоторые женщины говорят после родов, мне так жарко, я все время потею. Я говорю, отлично, одевайся еще сильнее, чтобы еще сильнее потеть. Потому что с потом выходит все гормональные вот этот коктейль родов, и тело гораздо лучше восстанавливается. Угу. Ну, тут, если спросить, допустим, врача, он, скорее всего, скажет, нет, в бане нельзя. Как и многим беременным говорят, это больше перестраховка, да. Мы понимаем, что женщина, безусловно, должна быть здоровой, если она беременна, идет в баню, да, и в бане это должна быть не 90 градусов. Но если вы всю жизнь ходили в баню, во время беременности тоже спокойно можете ходить в баню по комфортной для себя температуре и по ощущениям. И после родов тоже баня, это хорошо. Но первые 40 дней идет первичная вот эта настройка. И вот здесь могут быть, может быть, правка живота, да, когда мы все тело смотрим, смотрим, где дисбаланс, и восстанавливаем это, ставим органы на место. Это может быть, это не только послеродовая история, но послеродов очень классно это сделать. Это может быть послеродовое пеленание, когда женщине дают вот эти границы, ее прямо там пеленают определенным образом, массаж ей делают, греют ее послеродов. Женщина в родах теряет очень много тепла. И мы, одна из столпов послеродового восстановления, согреть женщину. Едой горячей, процедурами разными про тепло, которые это массаж, это баня та же, это горячий, теплый душ. Вот, и там идет пеленание, прям женщину пеленают, дают ей вот эти границы. Да, ну там такие тоненькие делают, прямо рвут простыни, и прямо ее всю-всю-всю-всю пеленают везде, вплоть до пальчиков всех. То есть дают ей вот эту собранность. Это целый день на это уходит? Нет, это несколько часов. То есть, чтобы с малышом еще можно было как-то оторваться? Конечно, малыш тут при нас. А, малыш уже при вас. Конечно, кормим грудью. То есть мы это все вплетаем прямо в жизнь женщины. Они же достаточно много спят, и малыш тут может прямо где-то на груди побыть. Либо, если есть помощник, прекрасно, какое-то время с помощником. Закрытие родов там хорошо, когда есть помощник. Да, ну я еще ни разу не закрывала женщину, чтобы с ребенком никто не сидел. Это все-таки более такая глубокая вещь. И она больше по времени. Это где-то часов пять. И это, ну, необходимо, я считаю, женщинам, которые были травмированы в родах каким-то образом. То есть если женщина вот у тебя в комментариях, я уже почитала, когда ты вопрос задала, какие вопросы интересуют были женщины, у которых, ну, видно, что травма в родах. Они не могут что-то забыть. Они возвращаются туда мыслями. Они, ну, там вот прямо у них болит. Вот. И это как раз закрытие родов прекрасно помогает решить этот вопрос. То есть и психологически проработать, понять, а что там в родах было ценного. Там ценное тоже было, но оно болью заслоняется. И можно эту боль носить годами. Да, ко мне приходят через 10 лет женщины. Но когда это же влияет на всю нашу жизнь. И на материнство в целом. Оно менее ресурсное, да. И у меня была женщина, которая 10 лет в себе эту историю носила и говорит, я к сыну отношусь по-другому. Потому что я все время чувствую, что я ему не додала. И вот она додает ему все эти 10 лет. А дочь это чувствует. И у них все уже в семье идет, ну, понятно, да, взаимоотношения на всех членов семьи это влияет. Это единая система. Можно было не носить. Ну, тут вот важно дать возможность помочь. Да, прийти, знать, кому, да, хотя бы знать, кому прийти, специалистов заранее. Может, это вам не пригодится. Ну, пусть будет. Классный подарок себе или от мужа после родов. Как бы отпраздновать и роды, и в то же время их закрыть. И побаловать себя. Это уже другая тема, да. Я про нее хотела сказать. Это тоже женщине уже по-другому. Когда роды пришли просто чудесно. Я очень люблю такие закрытия, когда женщины вот так приходят. Это возможность, да, себе вернуть себя, да, вспомнить, да, я стала матерью, но я женщиной тоже осталась. Это дать себе, это праздник, это посвящение в матери тогда. Вот так. Да, как раз про то, что мы говорили из Мексики. Да, да. Это, ну, такой вот обряд посвящения в матери. Это инициация, это признание, я стала матерью. И у женщин тоже, они, вот когда фотографируешь до, в начале и после. Такие расслабленные, наверное. Это другое, это выход на другой уровень. Это прям видно, что вот ее посвятили. Это не только более расслабленные, да, там очень много для души и для тела делается. Но это вот какая-то уверенность. Это, ну, другой вот уровень. Видно, что женщина выросла. После каждых родов мы растем, и это такое признание. Все, роды свершились, и мы туда закрыли дверь. Мы проработали этот опыт. Мы для тела важное сделали. И тоже не просто так это в бане проводится чаще всего. Даже я могу для женщины дома это сделать, но лучше в бане. Потому что баня для нас, для русских, это важное место. И парилка считается, что это вот очень ресурсное место, это матка. Да, если сравнивать с женщиной. Там темно, тихо. Типо. Мы голые там. Да. Вот. Очень ресурсно. По завершению нашего видео, хочу попросить тебя отдать три совета мамочкам, либо планирующим стать мамами. Такие универсальные. Если три совета, то первое, наверное, это не стремитесь быть идеальными. Просто будьте живыми, будьте любящими, будьте просто хорошими мамами, потому что идеальных нет, идеальны те, кто ничего не делает. Просите поддержки, ищите поддержку, потому что материнство это очень сложный труд. И когда муж понимает, что ребенок не ваш личный, а общий, это важно. Когда бабушки правильно подготовлены, знают, как помочь. И когда у вас есть специалисты, которые в любой момент могут подключиться и сделать ваше материнство более легким и радостным, это всегда здорово. Вот. Ну, а третий совет, будьте матерями, включайтесь в это, но не теряйте себя, как женщин. Помните, что вы женщины прекрасные, что в первую очередь себя нужно наполнить. Да, вы должны себе, мужу и детям. Вот именно в таком порядке. Сначала себе дать наполнение, ресурс, потом мужу, и только потом уже дети. Классные советы такие получились. Катя, я тебя благодарю за разговор. Я более чем уверена, что очень многим женщинам мы чем-то помогли. Какие-то вопросы закрылись у них. И не обязательно даже они сейчас мамочки. Мне кажется, это просто как психологическая сессия такая мини была, потому что не знаю, как кто, но я рядом с Катей всегда в какую-то гармонию впадаю. У меня просто спокойствие. Я хотела бы закончить видео конкурсом. Все условия будут в описании. Можно будет получить бесплатную консультацию от Кати, психологическую. Притом находясь абсолютно в любом городе, в любой части света. Спасибо большое. Ура! 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 Продолжение следует...